Место рабочего места – военкомат. Такой ситуацией оказались работники Днепропетровского агрегатного завода. Как свидетельствуют очевидцы и видеозаписи с камер наблюдения, около 7 утра представители военкомата заблокировали проходные предприятия. Целью осады стало вручение повесток, которые выписывались на месте. Для некоторых заводчан и даже случайных прохожих беседа с людьми в форме закончилась похищением. Четверых мужчин посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении. Я, заходя на проходную, был заблокирован с трех сторон с людьми в камуфляже, которые не представились, которые мешали моему дальнейшему проходу на работу. Сразу в хамской форме была вручена в сущину, я бы так сказал, в руки повестка. Сразу начался допрос, имя, мои данные, место проживания, без предъявления документов. Все, кто умел удовольствие общаться с представителями военкомата, отмечали психологическое давление и грубое отношение. Понимаете, когда с человеком общается как с низшим существом, то есть вот он представитель власти, вот он солдат, офицер, даже не зная его должности, как бы, ну, обращения идут как, ну, действительно к низшему. 36-летнего заводчанина с Никобольской пропиской, так же, как и остальных, заставили предъявить документ, удостоверяющий личность. По словам пострадавшего, заводской пропуск представителя военкомата не устроил, поэтому его вынудили сесть в автобус и повезли в военкомат, где ему пришлось пройти медкомиссию. Что его ждет дальше, никто не озвучил. Ну, вообще, я так понял, они ехали сперва, ездили вокруг завода, потом хотели ехать в АТБ, потом на Варус, им не хватает людей, у них план, это я все слышал, я вам объясняю. Выданные повестки отличаются, по меньшей мере, странным заполнением. На некоторых из них стоит печать бабушкинского военкомата, что не соответствует ни территориальной принадлежности завода, ни прописке человека. В повестках с печатью Красногордейского района требование явиться в бабушкинский военкомат. Фамилии в именной документ вписывались на месте, со слов людей. Наша съемочная группа попыталась встретиться с руководителем бабушкинского военкомата и получить объяснение, однако, несмотря на предварительную договоренность, встреча не состоялась. Я прошу прощения, что я не перенаправлюсь, что у меня комитар отправил на обучение. Ну, там, совещание, сере обучение. А, мы когда с вами... Просто это так быстро произошло, что я даже не сориентировался и забыл, чтобы вам набрать, чтобы вы меня не ждали. Все возможно только на той неделе уже, давайте со вторника минимум. А мы можем с вами в телефонном режиме получить ваш комментарий по поводу ситуации, сложившейся в агрегатном... Нет, в телефонном режиме я ничего давать, никаких комментариев не буду. Ну что ж, надеемся, что наши журналисты все-таки сумеют встретиться с руководством военкомата во вторник. Остается добавить, что представители профсоюзной организации завода считают произошедшее противоправным инцидентом, нарушающим слаженную работу предприятия. Мы не против того, чтобы наши люди шли и защищали Родину. Но мы все за то, чтобы жить в спокойной Украине, где нет войны. Но в данный момент эти методы, которым это осуществляется, они совершенно неприемлемы. Потому что сегодня завод, он практически парализован. Люди везде в цехах обсуждают это событие, они не могут понять, почему таким образом производится мобилизация.